Место рождения древнего человека Но все это относится к одному региону России – Алтайскому краю. Субтитры создавал DimaTorzok Агропромышленная история Алтая началась с земельной реформы Петра Столыпина. Выдающийся государственный деятель предложил переселить крестьян из средней полосы России, где земель не хватало, в Зурал. В начале 20 века на Алтай приехали полмиллиона человек. За годы Столыпинских реформ они основали сотни населенных пунктов и ввели в оборот более трех миллионов десятин пустующих и залежных земель. Следующим витком развития сельского хозяйства стало послевоенное освоение Целины. Молодые парни и девушки охотно переселялись в Сибирь, мечтая построить здесь новую жизнь. А московские, киевские, минские ребята ехали дальше на восток. Туда, где за уральским хребтом лежала родная, великая, но так мало еще прирученная Сибирь. Поднимать Целину в Алтайский край приехали 50 тысяч человек. В середине века посевные площади увеличились в три раза – до 7 миллионов гектаров. Целина окупила себя за три года. Этот проект превратил Алтайский край в земледельческий центр страны. Алтай по праву называют «житницей Сибири». Сегодня край входит в первую пятерку регионов производителей зерна и продуктов питания и имеет большой потенциал в части импортозамещения. Для развития агропромышленного комплекса с 2010 года в регионе проводятся Всероссийские Столыпинские конференции. А последние три года – Международные продовольственные форумы. Один из крупнейших аграрных форумов страны – День Сибирского поля. На него приезжают тысячи профессионалов из России и зарубежья. На форуме демонстрируют сотни моделей сельхозтехники, которую можно испытать прямо здесь же. В Алтайском крае самая большая в стране площадь пашни. Шесть с половиной миллионов гектаров. Ежегодно в крае засевают территорию, равную девяти миллионам футбольных полей. Климат и почва позволяют выращивать в крае не только пшеницу, но и другие зерновые культуры – ячмень, рожь, овес и зернобобовы. На Алтайских полях произрастает почти половина всей Гречихи России. Ежегодно в регионе производят около 40% зерна в Западной Сибири. 4 миллиона тонн или примерно 148 триллионов зернышек. Если сделать из этого зерна дорожку высотой в один сантиметр и шириной в один метр, то можно 30 раз опоясать землю по экватору. Алтайский край – единственный от Урала до Дальнего Востока производитель сахарной свеклы. В год ее собирают около 600 тысяч тонн. Также в регионе производят примерно 80% семян подсолнечника в Сибирском федеральном округе. Каждая восьмая тонна муки и каждая пятая тонна российской крупы – алтайские. У нашей муки высокое содержание клейковины и первоклассные хлебопекарные свойства. Вот почему ее ценят пекари и кондитеры всей страны. В Алтайском крае, в отличие от целого ряда других регионов Сибири, удалось сохранить тепличное овощеводство. В год здесь производят более 10 тысяч тонн экологически чистых и недорогих свежих овощей. Это огурцы, томаты, перцы, баклажаны, редис, лук и салат. О многих сортах фруктов и ягод говорят – в Сибири это не растет. Садоводы Алтайского края опровергают – растет, да еще как! У нас выращивают жимолости сливу, черешню и смородину, клубнику, малину, крыжовник и грушу. Всего более 16 тысяч тонн фруктов и ягод в год. Виноградарством на Алтае начали заниматься еще в 30-х годах прошлого века. В 2000-х знаковым событием для всей Сибири стала организация плантаций винных сортов, саженцы которых привезли из французской провинции Франш-Канте. В регионе активно развивается животноводство. Алтайский край находится в тройке лидеров среди регионов России по производству говядины. С каждым годом становится все больше современных молочных комплексов. Есть и такие, где информация о самочувствии животных передается по Wi-Fi, а коров дуют под классическую музыку. Предмет особой гордости – алтайское молоко. При производстве из него детского питания не используются красители и консерванты. В дело идет только экологически чистый продукт, который содержит необходимые ребенку питательные вещества. Молока местных буренок хватит, чтобы полтора месяца ежедневно поить всех жителей нашей страны. От мала до велика. Чтобы попасть на Алтай Мясопром, нужно принять душ и надеть стерильный костюм. Так серьезно на предприятии относятся к соблюдению санитарных норм. Еще пять лет назад ничего этого здесь не было. А сегодня Алтай Мясопром – одно из крупнейших свиноводческих предприятий страны. Здесь активно ведется селекционная работа. Алтай Мясопром имеет статус племенного завода по разведению двух пород свиней – ландрас и крупный белый. В планах – создание селекционно-генетического центра и разведение новой породы – алтайская мясная. В сфере птицеводства в Алтайском крае создана полная производственная цепочка. От выращивания кормов до размещения мяса на полках магазинов. Продукцию алтайских птицефабрик можно найти на прилавках десяти регионов страны. А яиц в регионе каждый год производят столько, что их хватит на большую глазунью для каждого россиянина. Рысистые и верховые породы лошадей – гордость края. Местный конный завод дал миру жеребца по кличке Ипик, который в 86-м году стал самой быстрой лошадью на Земле. В начале 90-х Орловского рысака из Алтайского края подарили английской королеве Елизавете II. Зодиак долгое время был одним из шести жеребцов в ее карете. В регионе регулярно проводят конно-спортивные состязания, главный из которых – кубок губернатора. На ипподромах Алтая наездники и жокеи испытывают лучших племенных скакунов и регулярно бьют рекорды России. В Барнауле, к примеру, самая резвая беговая дорожка в Сибири. Алтайский край – это бескрайние луга и поля, целебные травы и многоцветия. Такие природные условия создают ценную базу для пчеловодства. За разнообразие сортов, благородный вкус и объемы собранного меда край по праву называют медовой столицей России. В 30-е годы в предгорьях Алтая русский ученый Дмитрий Гранников создал культовый и столь любимый россиянами сыр «Советский». Вот уже 80 лет сыроделы региона совершенствуют свое мастерство. Край занимает первое место в стране по объему производства сыра. На Алтае сделана каждая шестая головка этого продукта в России. Алтайские продукты ценятся во всех регионах России и особенно за рубежом. Ведь это наше, Алтайское, так с любовью говорят жители края, о меде и молоке, о масле и сыре, о мясе и крупах, об облепихе и даже о винограде. В книге «Одноэтажная Америка» Илья Ильфи и Евгений Петров описывают свою встречу с Эрнестом Хемингуэем. Мы вернулись к прежнему разговору о рыбной ловле, о путешествиях и других прекрасных штук. Выяснилось, что Хемингуэй хочет поехать в Советский Союз, на Алтай. Что именно тянуло великого писателя в наши края, Ильфи и Петров не указали. Но, несомненно, одно. Путешественникам всегда было на что посмотреть в странствиях по Алтайскому краю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. 168 тысяч квадратных километров – территория, которую занимает Алтайский край. Здесь легко разместились бы Дания и Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Багамские острова и еще для Сингапура осталось бы место. На просторах края есть на что полюбоваться. Уникальный ленточный бор, первобытные пещеры и таинственные древние курганы, яшма и нефриты, рассыпанные у подножия гранитных гор, полноводные реки, пресные водоемы, богатые рыбой и остатки древних морей. Для тех, кто путешествует на машине в крае, разработали два важных туристических маршрута. Протяженность Малого Золотого Кольца Алтая около 300 километров. Путь по нему займет от двух до пяти дней, в зависимости от экскурсионной программы. За это время можно побывать на месте слияния Бии и Катуни, у истока Великой Сибирской реки Аби, в селе Сростки, на родине писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, на федеральном курорте Белокуриха, на озере Ая и на Березовой Катуни, особоэкономической зоне туристско-рекреационного типа. Большое Золотое Кольцо Алтая растянулось на 2000 километров. Здесь туристы могут познакомиться с родными местами второго космонавта планеты Германа Титова, поэта Роберта Рождественского, актрисы Екатерины Савиновой, изобретателя автомата Михаила Калашникова, кинорежиссера Ивана Пырьева, а также посетить Соленые озера, живописную долину реки Чирыш и горную Колывань, месторождение царицы Вас, самой большой чаши в мире. На маршруте Большого Золотого Кольца расположено незамерзающее озеро Светлое. Каждый год с прилетом сюда лебедей-крикунов в крае открывают зимний туристический сезон. В программу праздника «Алтайская зимовка» входят подлёдная ловля рыбы, гонки на собачьих упряжках, конкурс ледовых фигур и полёты на парапланах. А в начале мая предгорье Алтая окрашиваются в нежно-сиреневые оттенки. Это цветёт моральник. Его ещё называют «алтайской сакурой». Впрочем, те, кто видел цветение обоих растений, говорят, что моральник нежнее. Праздник цветения моральника даёт старт летнему туристическому сезону в регионе. Целебные источники в Белокурихе были открыты почти полтора века назад. Здесь, в алтайских предгорьях, в военные годы находился пионерский лагерь арте. Здесь писатель Константин Паустовский работал над романом «Дым Отечества». Позже он писал. Белокуриха вспоминается как маленький антракт среди углевого тумана. Белокуриха сегодня – русский Баден-Баден. Лучший курорт федерального значения. Единственный за Уралом центр восстановительной медицины. Город славится термальными водами, лечебными грязями и удивительным горным воздухом. Дышится в Белокурихе действительно по-особенному. Главный лечебный компонент местного воздуха – легкие аэроионы. Здесь их содержание в два раза больше, чем в воздухе швейцарского Давоса. Ежегодно в городе-курорте отдыхают более 200 тысяч человек. Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь» создана в 2007 году. На ее территории соседствуют бурная Катунь и равнинные участки, смешанные леса, тавдинские пещеры и курганы тюркской эпохи. «Бирюзовая Катунь» – пример успешного государственно-частного партнерства. Власти создают инфраструктуру, а бизнес – туристические объекты. Субтитры создавал DimaTorzok Большое Яровое – жемчужина Кулундинской степи. Концентрация солей в озере достигает 120 граммов на 1 литр. С научной точки зрения это даже не вода, а так называемая рапа, которая по составу аналогична водам Мертвого моря в Израиле. Вода в озере настолько плотная, что в нем невозможно утонуть. В Большом Яровом обитают миллиарды рачков Артемия Салина. Они аккумулируют солнечную энергию и концентрируют в себе химические элементы. Тела рачков столетиями скапливались на дне озера и образовали толстый слой целебной грязи, полезной для лечения множества заболеваний. Субтитры создавал DimaTorzok Почти половина населения Алтайского края живет в сельской местности. Неудивительно, что в регионе активно развивается сельский туризм. Здесь около 200 гостевых домов, хозяева которых готовы принять 2500 туристов. На селе царят тишина и покой. Тут можно собрать свежие овощи и ягоды прямо с грядок, поухаживать за домашними животными и прогуляться по лесу с корзинкой для грибов. Русский географ Григорий Потанин, отдыхая в одной из деревень Алтая, писал «Я с большим подъемом духа по утрам хожу по двору. Атмосфера промыта только что прошедшим ливнем. Хочется продлить эту картину. Хочется словословить природу». Эта атмосфера сохранилась в деревнях Алтая и сегодня. Пожалуй, только здесь получается по-настоящему отдохнуть от городской суеты. Алтайский край притягивает путешественников своими тайнами и загадками. Здесь, по словам русского мыслителя Николая Рериха, находится сказочная страна Беловодья, в которой люди способны постичь многогранность мира и понять глубину человеческого бытия. Исследования Денисовой пещеры изменили представление о развитии человечества. В современной науке известны всего три вида древних людей. Первый — неандерталец. Его останки впервые нашли в Западной Германии. Второй — человек разумный — Homo sapiens, который обитал во французской пещере Кроманьон. И третий — Денисовец, останки которого обнаружили в Солонешинском районе Алтайского края. Его потому и назвали Homo altaensis — человек алтайский. За десятилетия общий туристический поток в регион увеличился более чем в три раза. По прогнозам он будет расти и дальше, на 10% ежегодно. Для этого не только развивают существующие туристические объекты, но и создают новые. Неподалеку от Белокурихи полным ходом возводят новый оздоровительный комплекс. Подобных строек в новейшей истории России еще не было. К 2018 году здесь планируют открыть гостиничный комплекс «Хилтон» на тысячу номеров. Проект Белокуриха-2 уже назван идеальным курортом на Ассамблее Всемирной Федерации водолечения в Греции. Другой масштабный проект — Барнаул, горнозаводской город. В краевой столице отреставрируют сереброплавильный завод 18 века и другие старинные здания. Окрестные улицы сделают пешеходными. Мосты через реку Барнаулку реконструируют. На горному парку вернут исторический облик. А стартовой точкой для путешествий в горы Алтая станет автотуристский кластер «Золотые ворота», который создают в городе Бийске. Каждую весну лебеди покидают озеро Светлое, но зимой возвращаются назад. Так и люди. Кто хотя бы раз побывал на Алтайской земле, непременно вернется сюда вновь. Промышленная история Алтая началась в 17 веке с заселения Верхнего Приолгия. В 18-м Аким Федемидов открыл Барнаульский сереброплавильный завод, для которого Иван Ползунов разработал и построил первую в России паровую машину. Тогда же из алтайского серебра была изготовлена гробница Александра Невского, находящаяся ныне в Эрмитаже. Великая Отечественная война кардинально изменила облик региона. Она дала мощный импульс развитию промышленности. Алтайский край принял более 100 эвакуированных предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Каждый второй советский патрон во времена войны был произведен в Барнауле. Современное поколение жителей алтайского края подхватило эту эстафету у отцов и дедов. И сегодня Алтай – один из важнейших центров промышленного производства в Сибири. Продолжение следует... Сегодня в окрестностях Смейногорска, как и сотни лет назад, идет добыча полезных ископаемых. На Алтае есть запасы полиметаллических руд с высоким содержанием меди, свинца, цинка, серебра и золота. Ежедневно в шахты на глубину более тысячи метров спускаются сотни рабочих. Разведанных полиметаллических месторождений в Алтайском крае – полтора десятка. За последние 10 лет в добычу полезных ископаемых региона вложено около 10 миллиардов рублей. Запасов руды только на Карбалихинском месторождении хватит на полвека. Так что в Алтайском крае щедрые не только поля, но и недра. Алтайский край поставляет на российские и мировые рынки вагоны и котлы, сельхозтехнику и патроны, ракетное топливо и запчасти для высокоточного оборудования. Ежегодно в регионе выпускают тысячи железнодорожных вагонов и треть всех паровых котлов России. Алтайский край – один из лидеров страны по производству шин. У нас делают покрышки для грузовиков, самолетов и сельхозтехники. В 2004 году ассортимент насчитывал 42 модели, сейчас – более 100. В Барнауле производится продукция, которую не делают больше нигде в Сибири. Например, здесь выпускают форсунки и распылители. Их используют на дизельных двигателях в восьми странах мира. Их используют на дизельные двигатели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лесные массивы в Алтайском крае используют с выгодой для людей и пользой для природы. Вместе с лесозаготовками и глубокой переработкой древесины регулярно проводятся и лесовосстановительные работы. В регионе выпускают более 30 видов строительных и отделочных материалов. Существенный вклад в валовый региональный продукт Алтая вносят малые и средние предприятия. Многие компании работают в реальном секторе экономики, создавая тысячи рабочих мест и выпуская широкую номенклатуру продукции. К примеру, за год в Алтайском крае изготавливают более 100 миллионов квадратных метров гофрокартона и около 50 миллионов полипропиленовых мешков. Спецодежду для шахтеров, военных и рабочих тоже производят на Алтае. Фабрики в Барнауле перерабатывают 6000 квадратных метров ткани ежедневно. Редактор субтитров А.Семкин Алтайский край – один из крупнейших центров России по производству кокса, топлива для доменных печей и химической промышленности. Во всем мире изготавливают полмиллиарда тонн кокса в год, из них 5 миллионов на Алтае. В этих вагонах не снег, а глауберова соль или миробелит. В Кулундинской степи его добывают и перерабатывают в сульфат натрия, который потом в 30 странах мира используют в производстве порошков и чистящих средств. Подобных мест в России больше нет. Субтитры создавал DimaTorzok В результате активного развития промышленности сегодня в регионе производится каждая седьмая тонна российского кокса, каждый седьмой грузовой вагон и каждая четвертая шина для сельхозтехники. В начале 1913 года в селе Старая Барда Бийского уезда была запущена первая деревенская электростанция в Сибири. В домах жителей загорелось 700 электрических лампочек мощностью от 10 до 50 свечей каждая. Сегодня длина всех электрических сетей Алтайского края около 70 тысяч километров. Этого хватит, чтобы семь раз обмотать проводами Луну. Развитие социальной инфраструктуры в крае рифмуется с юбилейными датами. С каждой новой пятилеткой регион становится мощнее. К 75-летию Алтайского края была запущена губернаторская программа 75 на 75. За три года ее работы во всех городах и районах края построили или отреставрировали по одному социально важному объекту. Своё 80-летие Алтайский край отметит другим губернаторским проектом 80 на 80, который выведет решение прежних задач на новую высоту. С древности на Алтай везли товары из Тибета и Китая. Тут начиналась северная дорога Великого Шелкового пути. Сегодня протяженность автомобильных дорог Алтайского края 56 тысяч километров. Самая большая в стране. Одна из важнейших транспортных артерий региона – Чуйский тракт. Журнал National Geographic Traveler включил его в десятку красивейших автодорог мира. В 2014 году началась реконструкция ее ключевого объекта – моста через реку Чумыш. На старом мосту через Чумыш слишком много опор. Они создают трудности при прохождении паводковых вод по реке. Новый мост решит эту проблему. Срок эксплуатации сооружения – 100 лет. Его увидят даже те, кто будет жить в 22 веке. Первые рельсы легли на Алтай больше века назад. Сегодня сеть железных дорог региона – одна из самых протяженных в стране. За год составы перевозят более 9 миллионов человек и 9 миллионов тонн груза. Барнаульский аэропорт имени Германа Титова принимает практически все типы воздушных судов. Здесь построят новый международный терминал. Он займет 9200 квадратных метров и увеличит пропускную способность аэропорта в 4 раза. Газификация занимает особое место в инфраструктурном развитии региона. Сегодня газом обеспечены не только столицы Алтайского края Барнаул, но и город-курорт Белокуриха, Наукоград-Бийск и особоэкономическая зона Бирюзовая Катур. Следующий этап – работа в 4 городах и 13 районах края, куда уже проведены магистральные газопроводы. Барнаул всегда был одним из крупнейших культурных центров за Уралом. Недаром Семенов-Тяньшанский называл его «сибирскими афинами». Сегодня же облик Барнаула как культурной столицы Юго-Сибири 21 века продолжает формироваться. 4 ноября 2014 года, в День народного единства, в Барнауле открыли концертный зал «Сибирь». Здесь работают два коллектива – оркестр народных инструментов имени Евгения Борисова и молодежный ансамбль песни и танца «Алтая». Флагманский культурный объект – новое здание Государственного художественного музея. Его строительство завершится в скором времени. Это будет один из самых современных музеев в стране. Другой масштабный проект в области культуры – сеть мемориальных музеев. В 2011 году в селе Полковниково реконструировали музей Германа Титова, а в Ельцовке создали музей Екатерины Савиновой. В 2012 году в Верхопском открылся музей Михаила Евдокимова. В 2013 году в селе Курья – мемориальный музей Михаила Калашникова. В 2016 году в Быстром истоке появится музей Валерия Золотухина. В планах – музей кинорежиссера Ивана Пырьева «В камне на оби». В 2015 году в Пекине в финальном забеге на 110 метров с барьерами алтайский легкоатлет Сергей Шубенков стал чемпионом мира. Каждый год наши спортсмены завоевывают сотни медалей на международных и всероссийских соревнованиях. Успехи алтайского спорта стоят на крепком фундаменте. Каждый год в крае возводят и реконструируют несколько спортивных объектов. Ключевая стройка ближайшего будущего – крытый футбольный манеж в Барнауле. Под его крышей расположится футбольное поле, четыре легкоатлетические дорожки и трибуна на полторы тысячи мест. В 2009 году Алтайский край первым среди регионов России начал развивать медицину на кластерной основе. Так в Барнауле уже работают региональный центр радиационной медицины и федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В 2014 году началось строительство перинатального центра. Все вместе это превратится в нагорный медицинский кластер с единой рекреационной зоной и собственным транспортным сообщением. Центр «Надежда» – один из крупнейших и самых технологичных онкоцентров не только за Уралом, но и во всей России. Здесь проводят лучевое лечение онкологических заболеваний на высоком мировом уровне. В Алтайском крае понимают – от качества образования во многом зависит будущая территория. В детские сады региона ходят 95 ребятишек из 100, а за парты каждый год садятся почти четверть миллиона школьников. В районах новостроек создают образовательные кластеры. Здесь соседствуют детские сады, бассейны, художественные, музыкальные и общеобразовательные школы. Только государственных высших учебных заведений в Алтайском крае дюжины. В ближайшем будущем в регионе планируют внедрить дуальную систему подготовки кадров для кластерных производств. Ее суть – сочетание теории с практическим обучением на инновационных предприятиях. Алтай живет насыщенной жизнью. Одно из ярких событий – театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Первый раз его провели в Барнауле в 2014 году. Приехали 12 театров из Москвы, Новосибирска, Челябинска и Уфы. Город встретил актеров полными залами. Фестиваль решено проводить раз в два года. С восьмого года в регионе проводится управленческий форум «Алтай.Роста», который ежегодно собирает тысячи человек. Здесь бизнесмены, менеджеры и политики делятся опытом с молодежью. В 2013 году АТР объединили с другим важным проектом, на этот раз международным. Молодежный форум Шанхайской организации сотрудничества принял молодых предпринимателей, ученых и управленцев с самых разных уголков Азии. Главное культурное событие в жизни края – Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Им в регионе отмечают день рождения Василия Шукшина. На несколько дней в небольшое село Сростки на родину Василия Макаровича приезжают тысячи человек. Заключительный вечер на горе Пикет Шукшинские дни закрывают большим концертом. На одной сцене собираются первые лица Алтайского края и приглашенные звезды – знаменитые актеры, режиссеры, писатели, певцы, музыканты и художники. «Шукшинские дни на Алтае» Шукшин писал «Прекрасная моя родина – Алтай. Как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно. Ею и надышаться-то нельзя. Все мало. Все смотрел бы и дышал бы этим простором. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, города освещают не фонари. Города освещают люди. Во все времена на Алтае жили трудолюбивые и талантливые личности. Каждое новое поколение приумножает то, что достается от предков, и очень любит эту щедрую землю. А она, в свою очередь, отвечает им взаимностью, рождая выдающихся артистов и ученых, спортсменов и художников, писателей, путешественников и покорителей космоса. Люди строят города, распахивают поля, пишут историю. В Алтайском крае сделано многое, но на самом деле все только начинается. Привет, Алтай, ну как ты? Мне бы стать Гарри Поттером, смотреть на твои карты и видеть твои контуры. А я здесь в доску свой со снегом и листвой, когда улыбнется прохожий, когда лупит грозой. Могу грудью дышать, могу залезть в шарф, вот и так смотришь и глазами водишь не спеша. Где-то шумят трамваи, на подоконнике кот, и все хорошо, так не знаю, не в реках молоко. Ну что ты скажешь об этом? Это билет на край света. И если пишут поэты, сонеты кому-то, то где-то в твоих горах. И ты от лета до лета, на рафтах и велосипедах. На сноуборде ты модно одет, ты спешишь запустить змея в облака. И если надо, ты молод, и не стареешь, как Питер Пен. Не важно степь или город, но есть общий провод, а значит есть повод спеть. Алтай, давай поболтаем с тобой. А что? Давай. Давай. Тогда я на лавочке жду, выходи, кеды надевай. На спорт вместе прыгнем через забор, где-то там за забором у нас с тобой вырастают дома, и нас сводит с ума. Алтай. Ну что ты думаешь, братец? Хотел спросить тебя, кстати, что если сядем мы в катер, куда-то покатим туда, где горит рассвет. Мне тоже нравятся очень твои просторные ночи. И в отдаленные точки заскочим, посмотрим, что хочешь. Алтай, привет. Ты попросил и для друга танцую с лебедей свой балет. Не важно лес или горы, но есть общий провод, а значит есть повод спеть. Алтай. Давай поболтаем с тобой. А что? Давай. Давай. Тогда я на лавочке жду, выходи, кеды надевай. На спорт вместе прыгнем через забор, где-то там за забором у нас с тобой вырастают дома, и нас сводит с ума. Алтай. Где-то в тени лесов и бедровых лап до наших дней, со времен керосиновых ламп, от ледников до жары, и чтоб ловить асфальт, когда у два в крови и не хочется спать. Когда крутил головой, повсюду искал, добрых людей, выточенных водой искал. Значит, ты взял чемодан и пересек простой алтайский мир, городов и сел. Алтай. Давай поболтаем с тобой. А что? Давай. Давай. Тогда я на лавочке жду, выходи, кеды надевай. На спорт вместе прыгнем через забор, где-то там за забором у нас с тобой вырастают дома и нас сводит с ума. На спорт вместе прыгнем через забор, где-то там за забором у нас с тобой вырастают дома и нас сводит с ума. Алтай. Алтай, привет! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...